Знают. Знают. Передача «Формула семьи» на Радио Теос. Всем добрый день. Сегодня с вами, как обычно, «Формула семьи» в два часа дня по Москве. Сегодня четверг, значит, в студии Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников. Здравствуйте, Сергей. Элис, здравствуйте. И здравствуйте, радиослушатели. Ну что, друзья, сегодня начинается школьная пора у тысяч детей. Но есть семьи, для которых 1 сентября – это обычный день. Что такое семейное обучение, расскажет нам сегодня Сергей Толоконников. Вот, друзья, для, наверное, подавляющего большинства людей, живущих в нашей стране, да и не только, ну, так, наверное, это будет правильно говорить о тех, где учебный год начинается 1 сентября. Вот этот день традиционно отмечается как праздник такой, как вот торжественное вхождение ребенка в определенное светлое будущее. Поэтому цветы, поэтому какие-то речи, поэтому многое-многое-многое другое. Но для ряда людей 1 сентября – это, в общем, день, который не является праздником. Один мой знакомый говорит, например, так. Как можно считать праздником день, когда масса детей добровольно, с букетами в руках, идут к месту экзекуции? – Или к месту заключения на 11 лет. – Экзекуции, да, а заключение, которое будет длиться 11 лет. Ну, я, когда учился, это было 10 лет, ну, вот год прибавили. То есть амнистии нет, есть только за плохое поведение, видимо, надбавка еще одного года. 11 лет, и хочется сказать, за что? Вот, ну, наверное, так. Если серьезно говорить, то, ну, я, наверное, поздравляю тех, у кого дети пошли, вот для кого этот этап начался. Поздравляю не столько с тем, что они пошли в школу, сколько с тем, что это действительно новый этап жизни. Вот с этим хочется всех поздравить. Поздравить с тем, что он начался, друзья, как говорится, в добрый путь. И в этом смысле это действительно важная такая этапная веха в жизни любого человека. И очень важно, что это этапная веха в жизни родителей. Потому что с этим, с этого дня наступает совершенно другой этап семейной жизни. Родители рады, родители счастливы. Родители еще этого не знают. На втором месяце поймут. Нет, они поймут чуть позже. Но на самом деле это другой этап. Знаете, жизнь, она вот так вот развивается циклами. И поход ребенка в школу, это совершенно другой, еще, скорее всего, неизвестный для отдельно взятой семьи, если это ребенок первый, и он идет в первый класс, еще неизвестный образ жизни. Семья эта еще так не жила. И им придется как семье, как системе перестраиваться. С этим связано много-много-много таких непростых моментов. В течение многих месяцев, а может быть даже больше, эта перестройка будет происходить. И членам семьи нужно будет научиться жить совершенно в другом режиме, с другим распорядком. Это непросто. И это конфликтно. Это заставит семью переживать массу в том числе и негативных вещей. Там будут и хорошие вещи какие-то, новые открытия, новые какие-то знакомства, обнаружение новых перспектив. Но и это связано все равно с трудностями. Друзья, а коли мы говорим о семье, мы говорим о том, что семья — это вот то, что требует особого отношения, особого внимания, каких-то усилий, требует подходов, осмысленности, в конце концов. То вот на это хочется обратить ваше внимание сегодня. И сказать о том, что есть еще такая форма обучения, как семейная. Вот, собственно, моя вся речь будет направлена на то, что семейная форма, она гораздо более семейная, она гораздо более экологичная, она гораздо более правильная с точки зрения семейных ценностей. Вот такой тезис я сейчас выложу. И с него, собственно говоря, вот сделаю такую маленькую паузу. И дам сказать Ирине что-нибудь, потому что она набирает, несколько раз набирала воздух для того, чтобы что-нибудь сказать. Вот, пожалуйста, Эля. Нет, все очень просто. Заранее до эфира Сергей выбрал меня в оппоненты. И я сегодня буду стараться защищать наше образование государственное, школьное. Есть ряд вопросов, на которые Сергей будет отвечать. Это каверзные вопросы по поводу семейного обучения. Вот, но Сергей у нас эксперт в этом деле, да, Сергей? Я могу уже так сказать, да, что некоторая экспертность у меня уже наличествует. А почему? А потому что у меня трое детей, все трое на семейной форме обучения. Вот так вот, друзья. Так что смело задавайте ваши вопросы, пишите, звоните по поводу семейного обучения. У нас живой пример в России. На самом деле это не распространено в России. Редко ты слышишь, что дети на семейном обучении. Это, я скажу так, с годами, когда я отдавал своего первого ребенка, я пришел в школу, я пришел в августе месяце. Это был, может быть, даже, наверное, это было начало августа. Потому что я понимал, что нужно как-то договариваться. И я уже тогда решил, что я хочу, чтобы мой ребенок учился вот на таком, на такой форме, на семейной. Мы решили с супругой, что мы возьмем на себя вот, так сказать, смелость и двинемся в этот эксперимент. Но уже тогда количество детей, которых забирали уже из школы на семейное образование, их все больше с каждым годом увеличивалось. Сейчас эти цифры достаточно большие. Это действительно относительно общего числа. Это, скажем так, ну, наверное, цифры не очень большие. Их, ну, не в каждом подъезде живут люди, которые занимаются вот подобным делом. Не у всех хватает духа на подобный эксперимент. Но цифры увеличиваются. И вот этот процент, процент именно, он растет, друзья мои. Поэтому это не такая уж редкость. Когда мы начинали, это была действительно редкость. Это практически пионерские почти были вещи. Это тоже не так, потому что это началось намного раньше. Это началось еще в 70-е годы, в конце 70-х. А вот мы были такими вот одними из... Пионеров этого дела. Ну, не совсем пионеров, но это не было очень распространено точно тогда. Давайте зададим какой-нибудь ключевой вопрос нашим слушателям. И после заставочки уже продолжим раскрывать тему. Друзья, вопрос очень простой. Почему вы могли бы сказать, что семейная форма обучения, слышали ли вы о ней? Это первый вопрос. Второй вопрос к вам. Если вы считаете, что эта форма обучения хуже, то почему? Мы сегодня будем говорить вот о том, а как это, а с чем это едят, а сколько это вообще требует вложений. И будем разбирать плюсы и минусы. Вот выложите свои минусы относительно семейной формы обучения. Ну что, как с нами связаться? В номер прямого эфира 8 800 333 17 06. Смело звоните. Я возле телефонного аппарата смотрю на его кнопки, жду, когда они загорятся. Так что ждем ваших звонков. Отвечайте нам на вопрос, как вы относитесь к семейному обучению. Дальше вы можете отправить сообщение с помощью нашего сайта teos.fm. Все мне придет, мы прочтем в эфире. Можете, как всегда, присылать плюсики и минусики. Мы тоже все поймем. Мы довольно давно анонсируем, что у нас есть WhatsApp и Viber. Я думаю, слушатели уже привыкли. Так что пишите нам, звоните. Ждем вас. Очень-очень ждем. Ну а сейчас пока перерыв. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio-teos.ru Мы сегодня с Сергеем Толоконниковым говорим на тему «Семья и школа. Семейное обучение». Первый вопрос к вам, Сергей. Я думаю, многие путают семейное обучение и домашнее обучение. Объясните разницу. Да, это действительно так. И понятно, почему путают. Потому что вроде как бы и то, и другое подразумевается, происходит дома. В кругу семьи, в домашних условиях. Это так. Но разница вот в чем. Семейная форма обучения – это форма, которая законодательно закреплена в нашей российской системе образования. Она подразумевается как легальная форма. Это не что-то такое, знаете, подпольное и кустарно слепленное. Это то, что достаточно давно, в самом начале, в 90-х годах, закреплено законом Российской Федерации. Поэтому, друзья, это раз. Домашняя форма тоже закреплена в нашем законодательстве. В чем разница? Домашняя форма подразумевается, что она вообще разработана для детей с ограниченными физическими возможностями, с ограниченными возможностями здоровья. То есть это когда у детей есть определенные проблемы, по которым они не могут посещать школу. Это медицински зафиксировано. И тогда преподаватели из школы, к которой прикреплен ребенок, они приходят на дом и дают предметы. А в ситуации с семейным обучением такого не происходит. Семейное обучение не подразумевает приход в дом тех преподавателей из школы. Так, тогда расскажите, как вообще это происходит? Дело в том, что родители обязуются взять на себя всю ответственность за обучение детей. А как они решают этот вопрос? Чаще всего. Вообще, честно сказать, государство этот вопрос не регламентирует. Но подразумевается, что родители могут обучать детей сами. Могут кооперироваться для того, чтобы происходило обучение. Что собственные делали мы. Потому что действительно в одиночку это делать достаточно сложно. И что? И никто не мешает родителям нанимать каких-то преподавателей. Репетиторов, преподавателей. Репетиторов, преподавателей и так далее. Это уже вы занимаетесь этим. И, пожалуйста, все, как говорится, в ваших руках. Это законная форма обучения. Как она соотносится вообще со школы? Вы там появляетесь когда-нибудь? Конечно. Как аттестат выдают? Совершенно неправильный вопрос. Потому что ребенок должен быть прикреплен к какой-то школе и к какому-то классу. Как происходило у нас. И по договоренности она может быть разной. По договоренности с конкретным преподавателем, с конкретным заучим, с конкретным директором конкретной школы происходит проверка, что происходит с ребенком. Ну, потому что это не просто... Конечно. Было бы глупо раз в 9 месяцев принимать экзамен. У нас, в конце концов, так и получилось. Мы на это вышли. Но только после нескольких лет, когда увидели, что результаты, которые показывают наши дети, они лучше результатов, которые показывают школьники. А после этого вышли на годичные экзамены. Это логично в конце. Да, с самого начала бросать ребенка, скажем так. Когда я пришел договариваться, я все пытаюсь рассказать эту историю. Эля, в какой школе вы учились? В государственной. Номер. Номер не скажу, зачем. Не скажете. Но мы не будем ни ругать, ни хвалить школу. Go SOS 924. Надо же. Это школа напротив моей. У меня школа 850. А я вас поздравляю, Сергей. Вот так внезапно сейчас эти две школы, это одна школа, они объединились в общий образовательный центр. Я много чего не знаю. Я уже давно не знаком с тем, что происходило на моей такой малой родине. Но наш ребенок был приписан к школе, которая находится вот в тех краях. Мы просто с Элей, как оказалось, мы жили на близких улицах. Мы жили на одной улице в соседних домах, Сергей. Вот, да. Внезапно. Совсем даже так. Когда я пришел в школу 9.00... А, 900-е. Ой, тяжелая, тяжелая ситуация. А там все, они, их стоит 4 штуки, они, по-моему... Там 859, 900-е, еще какая-то. 552. Да. По-моему, они все там друг друга стоят. Вот. Ну, я не знаю, не буду ничего говорить. Я пришел, и когда я стал договариваться, значит, выяснилось, во-первых, первое, что я выяснил, директором этой школы оказалась женщина, которая была преподавателем у меня. Вот это да. Она преподавала у нас черчение и физику. Вот так. Ну, недолго, меня она не очень помнила, потом вспомнила. Я ей объяснил ситуацию. Она, значит, меня отправила к заучу и преподавателю начальных классов, которые начали меня активно отговаривать, потому что они боялись. В общем-то, я их понимаю. Но когда они стали... Они, наверное, минут 25 меня отговаривали. И когда я на все реагировал, что, ну, в общем-то, это же мое желание и мое законное право. И они задавали разные вопросы. Потом они вдруг переключились и стали задавать странный совершенно вопрос. Почему вы хотите забрать ребенка на семейное обучение? Вы что, хотите закончить школу раньше? Этот вопрос был неожиданный для меня. Я еще не был готов к нему тогда. Я сказал нет. Я не хочу ускорения учебного процесса. Я хочу его оптимизации. Они стали внимательно слушать. Я объяснил. Я хочу, чтобы в том предмете, в котором мой ребенок будет проявлять способности, пусть он в нем двигается быстрее, чем это двигается весь класс. А если в чем-то он буксует, и он не очень способен скорости, я не знаю, как это будет, но я предполагаю, что такое возможно. Пусть он не рвет вот это, что называется, с места в карьер. Пусть он двигается с той скоростью, с которой сможет. И вот этот сильно большой плюс, вот эта индивидуализация процесса, это сильно большой плюс семейного обучения, друзья мои. Когда они это услышали, они успокоились. И они перестали меня уговаривать. А после этого директриса мне показала статистику, как год за годом количество детей, которых забирают на семейное обучение, растет в Москве. У нее статистика была только по Москве, как у директора. Я ей задал вопрос, потому что я не знал, что это такое. Я задал вопрос. Скажите, а вот как вы думаете, а почему растет статистика? Мне просто самому было интересно. Она сказала, да все очень просто. Забирают после восьмого класса. В нашем случае сейчас, сегодня, уже в 11 лет, после девятого. Я говорю, а почему? А потому что просто нанимают репетиторов. И дети целенаправленно изучают те предметы, которые они будут сдавать в ВУЗе. И мне все стало понятно, друзья мои. Это ситуация, которая есть сейчас, и она усилилась сейчас. Но эта ситуация была и когда я учился. Я в 80-е годы школу закончил. В 87-м году. Но тогда эта ситуация была. То есть мы говорим о качестве образования. Или защищайте наше родное государственное образование. Да я защищаю не качество образования, а просто подход со стороны родителей. Подождите, вот вопрос у меня был, вот вылетел уже из главы. А я предупреждал. Статистика. Нет, он сейчас родился. Статистика была, то, что забирают детей. Хорошо, а статистика какого-то качества образования была на тот момент? Я просто тогда... То есть качество никакое было образование? Ну, как вы думаете? Да я понимаю, как я думаю. Я же про статистику спрашиваю. Я вам отвечаю на такой вопрос. Я не могу дать статистику, потому что я ей не занимался. Но мое предположение очень простое. Если родители своими ногами и действиями голосуют определенным образом, то где вы увидите качество, скажите? Вот стоят две будки, в которых продают помидоры. Я говорю про экзамены и итоговый результат знаний детей. Итоговый результат лучше был у тех, которые занимались репетиторами, и потом сдавали экзамены. Естественно. Подошли к окончанию школы. На семейном обучении как происходит переаттестация, когда ребенок приходит в следующий класс? Вы сдаете все экзамены вместе со всеми. То есть ты приходишь в класс, в котором тебя никто не знает, и ты никого не знаешь, потому что ты не учился там целый год? Ну, чисто физически кого-то ты можешь знать, потому что, скорее всего, вы будете пересекаться на каких-то зачетных вещах, потому что есть промежуточная аттестация. Все это есть. Вы не совсем марсианин. Вы кого-то знаете, вы знаете преподавателя. Причем вас вряд ли кто-то возьмет с бухты-барахты. Вы должны прийти перед началом учебного года, чтобы заключить договор, чтобы проговорить, как у вас будет идти процесс. Это живые люди, и они должны понимать, что происходит. И кто вы? Вы вообще просто с какой целью такую форму выбрали? Они должны с вами взаимодействовать. И когда ваш ребенок придет, да, для него это будет в определенном смысле стрессовая ситуация. Вы же про это, наверное, да? Да, это стрессовая ситуация. В некотором смысле она стрессовая, но практика показала следующее. Когда наши дети пошли сдавать настоящие экзамены перед уже получением аттестатов, то, что они увидели в школе, это их скорее насмешило, потому что то, что они видели у нас при подготовке, ту серьезность, они не увидели вообще даже следов ее. Они говорят, такой бардак мы себе представить не могли. И они сдали... То есть я скажу так, у нас не было отличников, у нас не было цели такой, чтобы дети вот так целенаправленно шли на какие-то медали. Но у нас была цель, чтобы они знали предметы основные, и чтобы эти основные предметы они могли сдать. Средний показатель всех тех наших детей, наших, я имею в виду не только своих, а тех, кто в этой кооперации, а я их знаю порядка трех десятков, они показывали, средний их балл был намного лучше, чем средний балл учеников школы. Вот как бы статистика такая. У нас не вундеркинды были, обычно такие же дети, просто вот родители выбрали вот такой вот способ идти. А потом, значит, они также получили аттестаты за девятый, за одиннадцатый класс, сдали ЕГЭ со всеми... Сдали ЕГЭ и поступили в вузы, где они тоже были, так сказать, ну, среди, не самыми лучшими, но среди хороших учеников в своих группах. Понятно. Хорошо. Скажите тогда такой вопрос. Как же социализация? Вот детский сад, школа — это отличный способ социализировать ребенка. Отличный способ социализировать ребенка. Вот это вот этот вопрос, который задают даже прежде, чем все остальные вопросы задают. Я с этим вопросом уже 15 лет живу. И я его сам себе задавал вначале. Но сейчас я вот... Мы за рамками эфира, я все-таки скажу, что мы думали о том, что это важно. Первый наш ребенок, он... Мы на нем все основные эксперименты провели. Это во всех семьях так, это понятно. Это так, это да. Это такой вот наименее важный член экипажа. На нем все эксперименты, да, как в фильме «Эта веселая планета». Так вот, мы задумались о том, что ему действительно нужна социализация. И мы отправили его в детский сад. И через где-то 7 месяцев детского сада мы его оттуда забрали. Почему? Забрали потому, что наш ребенок первый, он действительно стал часто болеть, чего не было, когда он находился дома. В силу вот эпидемиологических каких-то вот таких вот факторов. Ну, кто-то заболевший пришел в садик, вся группа слегла. Это понятно. Конечно, да. А есть еще другой, второй момент. Он просто стал материться. Мы поняли, что социализация прошла успешно. И надо ставить точку, если мы не хотим других каких-то более, таких, сказать, неожиданных результатов в этой социализации. Ну, а как ребенок, который находится на семейном обучении, даже со временем детского сада, как он будет привыкать к чужим людям? Как он будет понимать о том, что есть другие дети? Как он себя будет в обществе проявлять и позиционировать? В детском саду и школе понятно как. Как в таком случае? Вот смотрите, во-первых, ребенок не изолирован от общества. Он не сидит где-то в колбе или пробирке, где ему подается какая-то книжка на нитке и еда, курица тоже привязанная за нитку. Он живет нормальной жизнью. Этот ребенок, во-первых, социализируется за счет того, что он взаимодействует с теми детьми, которые есть на таком же семейном обучении. Это при кооперации. При кооперации, да. При индивидуальном. Детские площадки? Детская площадка – раз. Значит, в нашем случае это было церковное сообщество. Это два. Три – это те кружки, на которые он ходит. Вот у меня, кстати, был вопрос. Входят ли в семейное обучение центры, кружки развития и чем там занимаются дети в таком случае? В семейное обучение, как таковое, они, конечно же, не входят. Как и в обучение школьное. Ну, я имею в виду, предполагают для родителей. Но для этого, ну, собственно, зачем мы брали такую форму? Для того, чтобы время высвободить. Еще один мощный плюс у семейной формы обучения – нету этого дикого, друзья мои, объема. Там нету темпа. Вы можете быть удивлены, Эля, но темпа как раз обучения нету. Есть просто огромный объем. Он обусловлен нежеланием, чтобы быстрее и лучше дети узнали предмет. Он другими вещами совершенно обусловлен. И это очень странно, но это факт. Чтобы этот объем убрать, у нас дети какие-то проходили два года за один год. Физически его проходили. Это было возможно. Не всегда и не везде. Не всегда это нужно. Но это бывало возможно. И это не было, как бы опять-то, это были не гениальные дети. Просто программа растянута. А для того, чтобы ребенку нормально жить и правильно социализироваться, ему нужно время на то, чтобы дружить, на то, чтобы гулять, на то, чтобы спортом заниматься, на то, чтобы музыкой заниматься, заниматься рисованием, вещами, которые его будут развивать. И в нем будут открывать его настоящие вещи. И это как раз есть те самые кружки и секции. Да, это как раз те кружки и секции, которые вы сможете найти, которые вам окажутся наиболее адекватными. Но на это нужно время. Еще на семейную форму забирали как раз детей, которые очень здорово были погружены либо в музыку, либо в спорт. Вот что сказала мне тогда директриса. То есть будущий музыкант и будущий спортсмен. Да, потому что у них много времени уходило на это. А вот вы сказали сейчас, что программа может быть сокращена, растенута и так далее. В школах есть учебные планы. Я работала в университете, у них тоже есть учебные планы. И там есть почесовка, как мы ее называли. То есть когда ты разбиваешь, сколько часов ты будешь уделять вот этому, вот этому, вот этому. Внутри какой-то там программы. Как вы действуете? У вас нет учебного плана? Нет, у нас, конечно же, он был, потому что без него вы просто потеряетесь со всем. Конечно. Но совершенно справедливое замечание. Вам нужно будет договариваться с конкретной школой, с конкретным классом, с конкретным преподавателем. И, может быть, имеет смысл найти. Может быть, вы не найдете общего языка с одним классом, найдете его с другим. Может быть, найдете с одной школой, найдете с другой. На это хорошо бы потратить время, если вдруг вас заинтересовала такая форма чудная, как семейная. Но я вас уверяю, мы на самом деле не пожалели до сих пор, что вот у нас, нами был выбран этот путь. И мы видим в нем гораздо больше плюсов. Гораздо больше. Вот тот плюс, который я вам назвал, и предыдущие плюсы. Но это еще, этим все не исчерпывается. Мы тут с Сергеем за кадром обсуждаем, что настолько, наверное, интересно нашим слушателям слушать рассказ Сергея, что никто не звонит, не пишет, друзья, напоминаем вам, что у нас был задан ключевой вопрос. Как вы относитесь к семейному обучению, за или против? Пишите плюсы, минусы. Ждем ваших сообщений, ждем звонков. 8 800 333 17 06. Сообщение на сайте teos.fm. У нас еще ведется видеотрансляция. Можем поздороваться со слушателями. Так что звоните, пишите. Ждем ответа на вопросы. Мы сегодня с Сергеем разговариваем на тему семья и школа, семейное обучение. Как раз 1 сентября, в День знаний. Вот я продолжаю свою историю про то, как у нас это было и есть еще до сих пор. И мы такие не одни. И вообще, конечно же, момент героичности здесь был. Знаете, как мы пошли? Как мы сделали этот шаг? И почему? Очень просто. Я убедился в правильности этого шага, когда мы пришли сдавать первые результаты по первому году. Учительница, к которой мы были приписаны, в классе, которым она занималась, на протяжении нескольких приходов она всячески пыталась показать, чего замечательного лишается наш ребенок. А мы вот это прошли. А ты не знаешь, Митенька. А мы вот это еще изучили. Не я ходил, это ходила супруга. И она, конечно, каждый раз восторгалась от наивности самой учительницы. Неужели она правда верит, что не пройдя вот это, Митенька вообще просто несчастным дальше будет жить. Расти просто вот обреченным на скуку человеком. Она действительно напрягалась. Я ее понимаю. Но когда к концу года ребенок просто по всем параметрам обошел всех ее учеников, тут она поняла, что, ну, в общем, да, с ним занимаются. В общем, да, у нее хорошие результаты. Но когда мы привели его на аттестацию... Говорить ребенку, говорить ребенку, а ты вот это не прошел, а ты вот это не прошел... Это вообще верхний профессионализм. Эль, я не буду говорить, что там звучало, да, хорошо? Здесь просто не совсем это хорошо, потому что там то, что звучало по отношению к постоянным жителям вот этого вот классного сообщества, это было не в сказке сказать. И это убеждало нас, что да не надо нам вот этого счастья школьного. Ну, когда мы увидели, как эти первоклашки бегают за угол курить... Первоклашки? Да, Эля, первоклашки. Тут же мы просто сказали, совершенно правильное решение, потому что среди этих первоклашек был бы наш. Я знаю это со стопроцентной уверенностью. Конечно. Это была первая причина, почему мы выбрали эту форму, потому что мы видели, что он... Вот его способ социализации всяческой, он такой, он легко воспринимает негатив. Ему... Он в негатив вляпывается быстро. И мы поняли, что если нам чего-то не сделать, не поставить каких-то барьеров, то он из социализации выберет все самое-самое плохое. Нет, но детский садик показал. Да, детский садик продемонстрировал, да. У нас и до этого были определенные, демонстрирующие реальность вещи. Но тут мы просто находили для себя подтверждение. Друзья, а что еще отрицательного? Так ведь масса вещей, которые происходят в школе... Вот мы говорим, социализация. А вы уверены, что слово, которое мы произносим, оно относится к тому процессу, который происходит в школе? Это что, социализация? Это, наверное, проходит... Нет, школа не заточена специально, чтобы социализировать ребенка. Это само собой происходит. Друзья мои, а вот, Эль, а вот здесь вот давайте остановимся. Все говорят о социализации. Но ведь то, что происходит в школе, это извращенное на самом деле представление о социализации. Это же не социализация. Это что-то другое. Еще тогда по такому же образцу можно упомянуть еще два института, которые есть. Это армия. А какой образец? Все одинаковые, все одного возраста, и все делают одно и то же. Это армия. Вот вам еще способ социализации. И тюрьма, да? И тюрьма, Эля, совершенно верно. Догадаться несложно было. Конечно. Друзья, вы не против социализировать ваших детей? Может быть, для улучшения способа действительно отправлять сразу в тюрьму, может быть, на 2-3 месяца, просто как бы с целью сразу погружения ребенка в настоящую жизнь. Чего же мы, дурака, отволяем? Сергей, на семейном обучении при кооперации родителей разве не то же самое происходит? Одного возраста в одно и то же время изучают, делают то же самое. Похожая вещь, да. Только мы не называем это социализацией. И это не главная цель. Понимаете? Да, да. Ну хорошо, вот семейное обучение. Я представляю себя на месте мамы, у которой есть ребенок, там, 6-7 лет, вот сейчас он должен идти в школу. Допустим, такую ситуацию. Я не хочу положить свою жизнь, скажем так, ради детей. У меня есть свои цели. Я хочу работать, развиваться, продолжать учиться. И в нашем мире сегодняшнем это нормально. Без этого сложно представить жизнь взрослого человека. А семейное обучение предполагает, что один из родителей постоянно находится с детьми. Ну, почти постоянно, по крайней мере, он большую часть своего времени проводит с детьми и работать не может. И как быть? Скажу две вещи. Вот здесь, в этом месте. Потому что это справедливый очень вопрос. И я не буду отнекиваться, замалчивать. Вот это вот, давайте назовем так, это минус, наверное, семейного обучения. Минус обозначим так, назовем его. Он требует вложения. Этот способ действительно требует включенности родительской. Никогда ты перешел с работы, что, уроки сделал? Да, уроки сделал, да. Дневник покажи. Он тебе показал, что ты дальше делаешь с этим совсем. Когда ты тебе показал, а там замечательный просто вот палитра двоек, разноцветная палитра, так сказать, и красная. Подзатыльник дал, наказал. Дал подзатыльник, пошел спать. Ты же будешь чего-то делать с этим. В этом смысле, сколько родители кладут, это условный минус, я сейчас скажу. Потому что... Почему условный? Я скажу сейчас простую вещь. Вы, когда смотрите на детей, приходящих из школы, родители, вы что видите? Грусть, печаль, усталость. Почему? Нет, у некоторых радость, то, что сейчас гулять можно пойти, а усталость есть. Много таких, которые гуляют. Большая часть детей должны, если ребенок не задвинул просто домашнее задание, тогда он гуляет. Так ведь это же, это вот парадокс нашей системы образования сейчас. Не только нашей, но нашей очень жутко загруженной системы, дается большой, просто катастрофически большой объем, который не усваивается. Я точно могу сказать, что мы столько не осваивали. Вот когда учился я, столько мы не брали. Это означает, что с увеличением объема количество усвоенного уменьшается. Да, понятно. И фрустрация увеличивается, друзья мои. Вот мы-то поэтому и говорим о семейном. Но ведь вернемся сейчас. Количество времени, которое тратится на домашнее задание, оно потрясающе большое. А мы стараемся это проработать другим образом. Нельзя сказать, что в условиях семьи там ребенок в урочное время занимается домашним заданием. Он каждый день должен заниматься. Но он не занимается столько по времени каждый день. Понимаете? Ну да, вспоминаем, у нас учеба начинается там в 8.30, заканчивается... Ты же должен туда прийти. Вам идти до 924 нужно было... Минут 15. Ну да, это если хорошо еще идти. Да-да-да. Это 20 минут я всегда брала. В 8.10 я выходила из дома. В 8.27 я заходила на порог школы. За минуту раздеваешься, переобуваешься, бежишь в кабинет. Все. И во сколько вы возвращались домой? Осмотря сколько уроков было. Когда мы учились по 40 минут, и было 8 уроков, они заканчивались там в 15-20. По 40 было даже, да? Я застала этот момент, да. Они заканчивались в 15-20, пока выйдешь, пока поболтаешь. В общем, в 4 дойдешь до дома. И домашнее задание. И домашнее задание. И вы радостно гуляете потом. Ну вот да. Домашнее задание это часа 2, 2,5. Когда радостно гуляете, если я его заканчивала часов в 9? Вот, Эля, потому мой вопрос. Вот где эти люди, которые радостные от того, что сейчас можно гулять? Или прогулкой вы называете это шествие до дома? До дома, да. Нет, мой первый ответ был, то, что я вспоминаю детей, которые плетутся со школы, они уставшие, они грустные. Конечно. Они не улыбаются те, которые, хе-хе, и портфель кинули, пошли гулять. Вот, но вложиться действительно нужно. Вкладываться должен какой-то родитель, он должен потратить время. Это правда. Он должен потратить 17 лет. Вложить. 17 лет? Потому что ты, обычно как, мама у нас сидят, значит, в декрете до детского садика, ладно, некоторые сидят до школы, а тут ты 17 лет с ребенком неразлучна. это не так, потому что у вас не получится такого. На самом деле, реальность такова, что по-хорошему вам нужно потратить будет время на то, чтобы ребенка, вот, если оптимизировать ситуацию семейного, то вам нужно будет усилия для того, чтобы с ребенком действительно приучить его, помочь ему войти в ритмику работы. Как только это произойдет, оно происходит по-разному. Одни быстрее входят, другие медленнее. Кто-то за вот начальную школу успевает это сделать, кто-то нет. У кого-то это только в шестом классе включается. Но если это включается, ребенок дальше сам осваивает эти предметы, понимаете, он способен работать уже. А расскажите, какой режим, в какую ритмику входить, как это происходит? Утреннее, ну как, это работа вместе с ребенком по утрам. Это когда-то объяснение, когда-то данное ему задание, которое он делает, проверка. Но начальная школа, она как бы, вот уже, как сказать, это называется, наверное, не высшая школа, да, вот, если среднюю школу разбить, там есть, внутри нее есть разбитость тоже, есть началка, а есть сама средняя школа, а есть вот... Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, да. Вот то, что идет после началки, и вообще... Семь и восьмой. Да, вот здесь, в этом месте, вам уже нужно будет сталкиваться, вы сталкиваетесь с ситуацией, что вам нужны будут люди, которые будут предметности помогать, осваивать. Ребенку самому сложно. Просто человек помогает ему ее, как это сказать, все-таки объяснение тоже нужно. Это с чем связано? Да это больше связано с качеством учебников. Вы знаете, еще был у меня такой вопрос по как раз предметности, то есть учителя, они, которые в школах, они оканчивают университет, институт, мы сейчас не будем говорить о качестве, да? А о чем мы тогда будем говорить? Нет, 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 они оканчивают, они получают образование, то есть они квалифицированные специалисты. И, например, если вы работаете, скажем, врачом, как вы качественно можете обучить своего ребенка географии, музыке, изобразительному искусству? Если вы прям работаете врачом, то вам будет сложно вообще это существовать. Ну хорошо, по профессии, по профессии. Если вы работаете по профессии, если вы фрилансер, если вы человек, не который работает от и до, вы можете своим графиком управлять, то это другая ситуация. Я не про график, я про образование. Мама получила образование врача и сидит дома. Это совершенно простая вещь. У меня вопрос к вам. Эля, вы умеете писать? Писать умею. А считать? Умею. А я про географию спросила, про физику, химию и профильные предметы. А про это я и сказал как раз. Профильные предметы это то, что потребует уже взаимодействия с кем-то, кто преподает. Вот, значит, семейное обучение не ограничивается родителям и кооперацией. Не ограничивается. Ну, конечно, не ограничивается. Но кто-то из родителей вполне может хорошо дать язык. Кто-то из родителей. Но не всегда это возможно. Далеко не всегда. И у нас ситуации были и такие, и такие. Поэтому я об этом сказал честно сразу. Но дело в другом. Дело ведь в том, что основное, где вы вкладываетесь, это начальная школа. А вопрос, который вы задаете, его относят и к начальной школе тоже. Потому что, а как я смогу? У нас это ведь, я выскочил в своем рассказе, но у нас подвиг состоял в чем? Мы когда договорились все-таки, ну, мы долго колебались на самом деле. Потому что страх был, он присутствовал, и мы решали вопрос, а что, если мы не сможем? И, в общем, мы остановились на таком варианте. Давай попробуем в течение года. Если ничего не получится, мы просто убираем эту форму и идем в обычном режиме школьного обучения. не все. Вот что мы сделали. Мы попробовали и увидели за год, что мы же на себе это прочувствовали. Сколько плюсов. Они, поверьте, они перевешивают те минусы, о которых мы здесь можем говорить. Но мы сейчас можем говорить о семейном обучении только при условии, что один из родителей готов не работать и вкладывать долгое время в ребенка, в свое время. если совсем честно говорить, то да. Если совсем честно, то да. Ну, несколько лет на это надо положить. Но если мы говорим о семейных ценностях, друзья мои, то посмотрите, где они у вас есть. Что для вас такое семья? Семья — это просто некоторое время, проведенное на диване. мы же, когда рассуждаем о семье, мы говорим о том, что семья — это то, что требует созидания. А работа с ребенком, а вот эти вот все вещи, которые вы проживаете, когда происходит взаимодействие одного родителя с ребенком, потом другой родитель, пришедший, он говорит, слушайте, ну, ничего страшного, все получится. Это на самом деле как раз задает атмосферность и реализует как раз семейственность. У нас есть пару сообщений на сайте, вот одно из них как раз про финансовое обоснование, которое хотел спросить я, но вот слушательница, нет, слушатель, нас опередил. Никита нам пишет, вся концепция семейного образования разбивается о лодку семейного быта. На данный момент в среднем по России оба родителя должны работать, чтобы обеспечить абсолютный минимум выживания семьи. Второй момент — это уровень образования самих родителей. Ввиду того, что текущие родители поколения девяностих, ну это специально, ну это, наверное, чтобы подчеркнуть. Чему они могут научить? Планшетом пользоваться? Поколение девяностых. Он спросил, тут два вопроса. Первый — про финансы, второй — про уровень образования родителей. Там нет вопросов, там есть утверждения, вопросов нет. Ну хорошо, Никита, давайте так, я все-таки имею дело с людьми, которые отваживаются на это, и в том числе из поколения девяностых. Да не меняется, ну по большому счету, знаете как, статистика, она немножечко меняется, но по большому счету все остается так же. Кто ничего не хочет, тот ничего не может. Кто начинает хотеть, начинает искать возможность что-то смочь. Это вторая часть вашего утверждения. И я вам говорю, это из практики, не из рассуждений, которые, знаете, а может быть так, а может быть так. люди, люди, дают, что дает родитель? Если вы говорите о высшем образовании, вот, еще раз, если вы говорите о том, что вы берете последнюю часть средней школы, там требуется взаимодействие, но это было всегда. И даже учителя, которые в школе преподают предмет, они не дают его так, чтобы ребенок мог поступить в ВУЗ. И это было с 80-х годов. А если родитель пишет с ошибками и говорит с ошибками? Если родитель говорит с ошибками и пишет с ошибками, то... Как можно взять на семейное обучение и чему научить? Об этом, в принципе, и был вопрос, я согласна. Если вот 90-х, то... То да, я бы задумался, конечно. То есть семейное обучение не для всех? Семейное обучение для тех, кто захочет. Я знаю человека, который один воспитывал троих детей. Он один мужчина и он занимался извозом. И он делал это, понимаете? Он как-то простроил таким образом работу среди своих детей. Он в семейном обучении не занимался? Он один был, у него не было жены, понимаете? И он это делал. Вы просто как бы говорите... И результат какой? Да нормальный результат. Никто не умер и никто не был... Знаете, 90-х не писал. Вот это вам еще один ответ. Понимаете, все очень разное. Но ведь вы посмотрите на качество преподавания, вы взгляните реально на то, что в школе происходит. У нас у всех просто на самом деле очки. Мы думаем, что если мы приходим в школу и сдаем ребенка, вот так, знаете, как сменку такую повесить в пакетике или в мешочке со шнуровочкой, я его туда сдал, его там научат. Вы проверяете, тестируете, чего ему научат. Какие-то преподаватели это делают, но большая часть уже сегодня этого не осуществляет. Это раз. Два. По поводу экономики, друзья мои... Вот у нас как раз вопрос, насколько дороже выходит домашнее образование. Оно требует вложений. Через некоторое время, друзья мои, все будет платным. И тогда вот этих сообщений уже не будет. Но будет поздно для кого-то. Потому что вы думаете, что хорошее образование не может быть бесплатным. Вообще. За него всегда платили. Это даже было в Советском Союзе, где такой постулат просто был жесткий. У нас все бесплатно. И медицина бесплатная. Посмотрите, что происходит сейчас. Происходят совершенно простые, конкретные вещи. Вы должны привыкнуть к мысли, что чтобы было хорошо, вы должны что-то вложить. Таким или другим способом. У нас не было денег просто на то, чтобы репетиторов нанимать. Мы поэтому пошли таким способом. Мы хотели не просто, чтобы ребенок знал геометрию и при этом был совершенно неуправляемый. Мы не хотели, чтобы у нас ребенок мог в биологии разбираться и при этом плевать на нас, как на родителей. Поэтому мы выбрали эту схему. Мы выбрали это действительно... Знаете как? Это непростая история. Она не на раз-два делается. Это правда. Но когда вы просто ребенка отдаете, вы должны себя отдавать в этот же момент отчет, что вы не гарантированно ни от чего. Вы просто думаете, что вы защищаете себя, защищаете свое сознание, свои мысли от того, что вам точно так же с ним никто не занимается. Если вы не занимаетесь. Мы все прошли через школу. Да, бывают негативные моменты, да, бывают разные степени подготовленности. Какие у вас воспоминания о школе? Подождите. Разные подготовленности бывают учителя. Родители должны вносить свой вклад в воспитание ребенка. И если кто-то где-то научил плохому, родитель должен объяснить, что это плохо, а вот так хорошо. Ваш ребенок находится по 8 часов в школе, а с вами он находится 2 часа. Ну не 2, давайте будем честными. Не 2. Ну вы его полчаса разбудили, встряхнули, посадили за стол, и еще 2 часа вечером перед сном. Ну прям 2 часа. Вы пришли с работы. Ну хорошо. Посчитайте, вы посчитайте. И кто вы думаете будет больше влиять? Школа, в которой он находится в 3 или 4 раза больше времени? Или вы вот задайтесь таким вопросом. Неужели вы считаете, что родитель не может поставить себя как авторитет в такой системе? Осуществлять этот авторитет ему надо каким-то образом. Поставить можно. Вы будете выставлять свой авторитет скандалом. Вы будете делать это нажимами. Но поверьте, особенно в подростковом возрасте это будет все сложнее и сложнее делать. Я же говорю с точки зрения семейных ценностей. Я же говорю о том, что дети не должны быть брошенными. И та связка, которая у вас может возникнуть, она может продлиться у вас годы и всю вашу жизнь. Последующую. Потом, когда вы оглянетесь назад, вы можете удивиться, а где же собственно ваш ребенок? А он у вас потерялся еще в школе. У нас время. Две секунды до конца эфира у нас осталось. Друзья, очень интересная была тема. Спасибо нашим слушателям за сообщение. Эфир, к сожалению, подошел к концу. Может быть, мы продолжим на эту тему говорить, потому что не все вопросы стали срешенными. Еще много чего можно интересного об этом узнать. С вами была формула семьи Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников. До свидания. До свидания, друзья. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься. Ну, тогда скажите, как достичь срешенными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.